Но никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться, заключил Герман Гриф. В России открывается основной период проведения единого госэкзамена, отложенный из-за пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер. 29 и 30 июня пройдет проверка готовности специалистов и пунктов проведения ЕГЭ. Ее будут проводить без участия выпускников. Акцент будет сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности. Как ранее заявлял в Рио руководитель Рособранадзора Анзон Музаев, важно, чтобы при сдаче экзаменов соблюдалась социальная дистанция, были урегулированы потоки участников и обеспечена безопасность всех сдающих ЕГЭ. После того, как на пробных экзаменах вся технология будет отработана досконально, 3 июля выпускники начнут сдавать экзамен. Основной период продлится до 25 июля. На участие в нем зарегистрировано около 714 тысяч человек. В этом году экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы. Остальным выдадут аттестаты. Более 2000 иностранцев остались в России после футбольного чемпионата мира. Теперь они записаны в нелегальные мигранты со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Как передает ТАСС, об этом заявил замминистр иностранных дел Евгений Иванов. Во время чемпионата мира 2018 иностранцы имели право въехать в Россию без оформления виз по так называемым паспортам болельщиков, чем некоторые и воспользовались. Правила обязывали любителей футбола покинуть страну до 16 июля 2018 года. Однако, как выяснилось, не все направлялись в Россию только ради спорта. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25 градусов. В Москве осадков тоже не ожидается и 20-22 тепла. А сейчас в городе плюс 16, давление 745 миллиметров. Санкт-Петербург 89,3 1 июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Сходить на голосование – долг каждого. Можно проголосовать, не выходя из дома. Просто позвоните в свою участковую комиссию и обсудите удобное время. Голосование будет проведено прямо на вашей лестничной площадке с соблюдением всех санитарных норм. Никаких контактов. Вы показываете паспорт, заполняете бюллетень и опускаете его в переносной ящик для голосования. И помните, голосовать легко и безопасно. «Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 8.36, московское время. Мы снова в эфире. Напоминаю, на студии председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишин. Если есть вопросы, то задавайте смс-портал.